Собственно, вот он, ваптический пляж. У меня наконец-то заработал цифровик. Нормально. Я офигею со своего цифровика. Старый, слабенький, но, блин, стойкий. Слабенький в плане съемки, то есть качество. Вот, я постирал немного вещички, сушу. Слабенький в плане съемки, у него разрешение максимальное 640 на 480. Вот, но зато, зато живучий. Это Баптицкий пляж. Люди тут, к сожалению, мусорят, но это клевое местечко для отдыха. Вот спальник свой сушу тоже. Жалко, я не заснял те места, что до Баптицкого пляжа были. Там вообще красота была. Вот такие вот горы, только с двух сторон, то есть по правую и по левую сторону. Вообще красота. Кстати, вот моя удочка. Та самая, на которую я поймал две щуки. На вот эту вот удочку. Самодельную, нормальную, надежную удочку. А не на ту, блин, покупную, поломанную с нескольких забросов. А вот моя острога. Удочка, как видно, тонкая, но бросает далеко и точно. Поэтому, когда я подтягиваю щуку, я бью ее острогой. Ну, конечно, можно ночью попробовать. Тут течения такого сильного нету. Посмотрим пока. Потребности нарушать сон нету. Пока щука есть. Сюткин пляж. Довольно людное местечко. Как у меня тут все лодка выглядит сзади. Продолжаем сплав. Сейчас выбрасываю спиннинг. Смотри, оставьте еще щечки. Вот здесь, камышей нужно было прокидывать. Так. Собственно, вот. Густой камыш. И как продираться дальше? Довольно мелко. Кстати, здесь мелкое и течение нет. То есть просто идеальное место для остроги. Лучше бы я здесь три дня прожил, чем на том месте. Так. Теперь надо как-то здесь проплывать. В общем, продираюсь через эти заросли. На улице жара. Но, как по мне, лучше жара, чем пасмурная погода. Потому что я все-таки на речке. Я могу в любой момент взять да искупнуться. Не здесь, конечно, но могу. Я уже купался. Приятно. Вода такая прохладно-приятная. Особенно в жару. Поэтому чем жарче, тем лучше. Отпуск все-таки еще и проходит как отдых во время жары. Потому что есть возможность нормально себе, спокойно поплавать, поотдыхать, позагорать. Я уже загорел немножко. Хороший, приличный загар. Вот. Сейчас буду плыть дальше. Посмотрим, куда перейдет. Возможно, дальнейшее место будет водопад. То самое местечко, где я был, когда выживал 8 дней пешим ходом на речке. Возможно, сейчас туда и приплыву. По идее, водопад как раз-таки планировался у меня как конечная точка. Ну, посмотрим. Может быть, дальше проплыву на следующие места. Ооо, здесь щука плещется. Но здесь ей тяжело выловить будет. Ладно, продираюсь дальше. Вода, кстати, прозрачная. Не знаю, видно вам или нет. Здесь видно мальков, рыбу. Все прямо через воду. О, окуни маленькие плавают. Плотвичка. Щуки пока не видать. Ну, это сыт. Я сыт. Эти две щуки, это просто очень-очень сытно. Одна щука, блин. Я нарезал ее на сколько? По-моему, на 7 стейков. Да, примерно на 7 стейков я крупную щуку нарезал. Пожарил 3 стейка. Думал, что вообще всю щуку съем. Однако, пожарил 3 стейка, 2 съел, 3 оставил на утро. Настолько она жирная и вкусная. Это обалдеть просто. Насколько она жирная. Я ее в руках держал уже, пожаренную. У меня все руки были в рыбьем жире. Насколько вот она жирная. По идее, одной щуки, вот такой вот средних размеров, которую я словил, ее хватает на день смело. То есть на полноценный завтрак, полноценный обед и ужин. Все, а на следующий день уже должна быть запасная. В садке. Собственно, как и было. Поэтому я сыт и доволен. Боевой дух повышен, потому что у выживальщиков, по идее, есть три основных, если не ошибаюсь, характеристики, которые необходимо поддерживать. Если они поддерживаются, то выживание идет правильным ходом. Если хотя бы одной нету, то должен чувствовать себя более-менее. Если нет двух, то по идее, дело уже идет худо и выживание идет на смарку и есть шанс, что вообще загнешься прям по ходу выживания. Скажи, здесь щука маленькая под воду ушла. Так вот, критерии. Это голод, то есть сытость, это жажда и это комфорт, сон. Вот. Если хотя бы два из этих трех есть, у тебя боевой дух должен быть в норме. Если все три есть, то у тебя боевой дух должен быть повышен. Вот сейчас у меня наконец-то, у меня было только два все время. Это сон, он у меня был, и жажда. То есть я себе спокойно кипятил воду и пил. Но у меня не хватало вот еды. Там по три рыбки в день, потому что там, где со стороны плотины, рыбы много, но она совершенно не клюет. Как я позже узнал, было падение каких-то жучков, не знаю каких. Короче, их прям очень много выпало, по этой причине рыба вся была сытая. Поэтому она даже на опарыша не клевала. Вот. Но щука и окунь на спиннинг берут. И вот здесь, в этом месте, я словил две щуки и наконец-то решил вопрос с голодом. Интересно, видите ли вы всех этих рыбок? Здесь настолько прозрачная вода, что я их вижу всех. Так, ладно, дальше идет сплав. В принципе, я сейчас в зубах подержу. Точнее перекат. А, дальше идет перекат, я в зубах подержу и посмотрим. Не знаю, будет ли сильное течение, но хотя слышу, слышу перекат журчит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok